Всем привет! В первом ролике про книги мы рассказывали про книгу, которая меня разочаровала, Терри Харсен, «Акварельные пейзажи». Можете посмотреть, понять, что мне в ней не понравилось. Теперь я расскажу про книгу, которая мне очень понравилась. Художник тот же, формат другой, снова такая мягкая гнущаяся обложка, издательство «Миф». Это книга из цикла «Карманная книга акварелиста». Насколько я помню, их две. Не знаю, можно ли их сейчас приобрести, они периодически пропадают из наличия. Вот, это книга «100 советов по совершенствованию мастерства». Очень интересная книга в плане того, что здесь обсуждение начинается с материалов про бумагу. Снова, конечно же, про кисти 19 мм и все такое, «Голден слив», «Фан Гог». Ну, просто художник больше основывает свое творчество на конкретном выборе кистей. Дальше пошло цвета, как смешивать, другие инструменты. Бумага ламинированная, печать, как всегда, у Мифа прекрасная. Готовые зеленые краски, рисование по фотографии, как совмещать, например, какие-то элементы в один скетч. Как убирать лишнюю влагу. И дальше пошли базовые упражнения. Коррадиент, растяжка. Дальше мы рисуем мокрым по мокрому. Тучки. Мокрым по сухому. Разбираются ошибки. Нам рассказывают про маскирующую жидкость. Губка. Промакивание. То есть пошли уже техники. Пошло небо мокрым по мокрому. Имитация дождя. Очень красиво выглядит. Тут с монеткой. Воздушная перспектива. То, чего я ждала от другой книги «Акварельные пейзажи». Что такое воздушная перспектива? Как ее показать цветом? Как ее показать тоном? Как изображать поля? Как изображать деревья? Разные виды деревьев. Трава. Техника проскребания. Цветы. Горшки. То есть пошло уже текстуры. Горы. Вода. Маскирующая жидкость. Отражение. То есть пошло уже конкретно про пейзажи. Морская пена. Пляж. Утесы. Камни. Лодки. Крыши. То есть все уже детальное. Соломенная крыша. Камушки. Окна. Заборы. Двери. Снег даже. Пошло об авторе. Такая вот карманная книга. В принципе, от скуки можно ее с собой взять и смотреть как бы. Дальше, наверное, я расскажу про вторую книгу из этого цикла. Здесь у нас Чарльз Эванс, автор книги. Здесь идет 100 основных приемов. Предисловия. Материалы. Очень все просто, быстро. Палитра. Никаких особых специальных кистей. То есть здесь просто круглые плоские кисти. Дальше у нас пошли краски. Очень ограниченный набор. Мне нравится. Палитра чумазая. Вы любите чумазые палитры? Кто-то говорит, что они обогащают цвета в работах. Что вот у художников сложные цвета, потому что они не моют палитру. А я вот при виде такой палитры начинаю чесаться. Я хочу, чтобы было все чистенько и беленько. Постоянно там отбеливателями их чищу. На какой вы стороне? Грязненькой палитры? Богатой по оттенкам? Или всегда чистой? Пошли техники с карточками. Дальше нам говорят про наброски. Здесь и акварельные карандаши, и цветные карандаши. Работа цветом. Как мешать красивые оттенки? Как рисовать небо? По заливкам. Пространство. Объекты вдалеке. Светотень. То есть книга прям такая интересная. Совсем... Деревья в динамике совсем не монотонная. Как изображать фигуры людей? Животных. Даже лошади. Здание строения. Горы. Передавать настроение, атмосферу. И в принципе вот так вот в таком виде эти две книги. Неплохой подарок, например, художнику. Скетчеру. Тому, кто любит брать небольшие книги с собой и рисовать. Эти книги я рекомендую к покупке. Они не слишком дорого стоят. Если бы хорошенько поискать вот эта серия. Мне прям очень нравится. Очень легкие, очень тонкие. Вот поэтому их я к покупке рекомендую. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. И встретимся в следующем видео. Пока.